Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! К хорошим новостям у нас есть... Украина есть настоящие друзья, это поляки. Ну не только они, понятно что еще есть, но поляки... Поляки наши все, да. И вот эти самые поляки передают, я уже рассказывал, передают нам 18 гаубиц 155 мм. Это называется краб. Одни из лучших в мире на сегодняшний день. Я не говорю, что они лучшие, но одни из. Очень хорошие гаубицы с дальнобойностью, с базовым боеприпасом 40 км, 6 выстрелов в минуту. То есть это очень неплохие показатели. У расистов таких гаубиц вообще нет. И значит что важно, что они под стандартный натовский боеприпас 155 мм. То же самое, если там нам удастся запустить их с спутником, если мы возьмем и используем под них канадские снаряды Excalibur, которые нам уже дали, будет вообще замечательно. Они попадают вообще в форточку на расстоянии 40 км. Учитывая, что нам также пришло очень много гаубиц от Соединенных Штатов Америки, два десятка гаубиц также придет и может уже пришло, я не знаю, от Великобритании. Может уже экипажи учатся, я не знаю. То есть тут такое дело, я знаю, что Великобритания опять-таки передала этого же калибра гаубицы. То становится понятно, что наша гаубичная артиллерия на сегодняшний день становится уже, ой-ой-ой, какая мощная. Я не знаю, когда это все... Ну, по польским гаубицам я так понял, что экипажи уже готовы и тут оно... Кстати, можете посмотреть на них у нас на Телеграм-канале, ссылочка снизу. Можете зайти посмотреть, как они выглядят, их данные. Значит, насколько известно, наши здесь уже прошли обучение артиллеристы. Сейчас проходит обучение по американским гаубицам. Также по... Французские уже тоже в работе, по ним уже прошли обучение. По итальянским уже прошли обучение, итальянские уже в работе. Соответственно, ребята, наша гаубичная артиллерия становится сильнее день ото дня. И ждем того дня, когда мы, скажем так, вся эта армада будет уже на фронте. И этого все равно, как говорится, недостаточно. Ну, смотря для какого противника. Для такого противника, как Россия, у которого сотни гаубиц советских, старых, пускай, но они стреляют. Они стреляют, они там не очень точные, на них экипажи не самые лучшие. Но оно все равно пуляет куда-то там. И у них практически неограниченный запас снаряда, что тоже надо и как бы принимать его внимание. Поэтому это серьезный противник. И для такого противника, как Россия, конечно, этого маловато. Но, учитывая их точность и учитывая качественное превосходство украинского солдата над российским, сами понимаете, это становится очень внушительным аргументом. Я уже не говорю за системы залпового огня, решение по которому мы ожидаем на следующей неделе. Слава Украине!